Всем привет, друзья! С вами Артём и киберспортивный магазин ForFrag. И сегодня мы с вами посмотрим в рамках быстрого взгляда на мышку, ну по-правильному она называется Corsair Nightsword. Ну по-русски Nightsword. My English very well. Не буду долго тянуть, погнали! Мышка, кроме шуток, выглядит интересно. По материалам. Основные кнопки это матовый пластик, верхняя панель из прорезиненного пластика, на боках резиночки и окантовка из глянцевого пластика. Держать мышь приятно. Всего кнопок тут 10. Три с левой стороны, большая из которых по дефолту снайперская. Две отдельные клавиши на левой основной кнопке, они переключают режимы DPI. Сами основные клавиши, колесо прокрутки и две кнопки смены профилей, которые находятся за колесом. У всех дополнительных кнопок клик приятный с мягким щелчком. Основные кнопки имеют звонкий щелчок, нажимаются приятно, имеют небольшой свободный ход. Колесо мыши прирезиненное, имеет ярко выраженные отсечки и между отсечками свободного хода не имеет. Клик у него также приятный. Кнопкам есть пара претензий. Все, кроме кнопок смены профилей, имеют свободный ход. И две дополнительные, боковые, а также две кнопки сверху, слабо различимы на ощупь. Хотя это дело привычки на самом деле. Форма у мыши эргономичная, отлично подойдет для ладонного хвата. Пальцами держать тоже можно, однако это уже не так удобно. Когти, к сожалению, мимо. Заключение про внешку следующее. Четыре зоны подсветки мыши, а именно фронтальная зона, колесо, логотип и задняя зона, выполнены приятно. Особенно сочно будут смотреться в темноте на коврах светлых тонов. Форма, наверное, одна из самых удобных в линейке Корсар для ладонного хвата. Однако дизайнерское решение с сотами спорное. Выглядит красиво, но грязь скапливаться в сотах будет на ура, поэтому за мышкой нужно будет ухаживать почаще. На дне расположены пять тефлоновых ножек. Скользят хорошо, претензий к ним нет. Единственное, конечно, замену им потом найти будет трудно. Но никто не запрещает вырезать их самому из тефлона. Также у нас тут расположен отсек для грузиков, о нем чуть-чуть попозже, потому что есть что рассказать. Ну и окошко сенсора. Сенсор тут топовый, 33.91 на 18 тысяч DPI. Тем, кто любит срывать сенсор, я лишь пожелаю терпения и вагон удачи, ибо сорвать его все равно, что прямо сейчас посмотреть под стол и обнаружить там 10 миллионов долларов. Теперь переходим к минусам. Они тут, к сожалению, есть. И первые давайте назовем вместе. Если вы смотрели предыдущие обзоры на мышки Корсар, вы знаете этот минус. Итак, насчет три. Раз, два, три. Кабель. Кабель в плотной тканевой оплетке и очень непослушный. Я думаю, со временем Корсар, конечно, услышит наши просьбы и поменяет его. А пока имеем, что имеем. Второй минус грызуна – это масса. Она очень большая. Без грузиков мышь весит 115 грамм, а с грузиками все 137, что, на мой взгляд, очень много. Кстати, настройка веса в данной мыши – одна из самых лучших из всех, которые я видел. Мышь понимает, куда и какой грузик вы установили. В софте есть вкладка, которая покажет вам текущий вес и развесовку мыши. Кстати, забавная вещь в том, что по документации мышь весит 115 до 137 грамм, а по софту – от 120 до 142 грамм. В комплекте с мышкой идет кейс для грузиков. Всего их шесть. Три грузика на 2,8 грамма и еще три грузика на 4,5 грамма. В заключении хочется сказать, что если бы не масса и кабель, в линейке Corsair это была бы моя любимая мышь. Однако, поиграв на G Pro и на Glorious, отвык я от такого веса. Играть, честно, некомфортно. Но это лично для меня. Это было мое субъективное мнение, потому как я знаю, что некоторые геймеры любят тяжелые мышки, благодаря которым они могут осуществлять более точный контроль прицела. Тут кому как. Как говорится, на вкус и цвет, но и на вес мышки товарищей нет. Софт тут IQ со всеми вытекающими плюшками. Тут вы можете переназначить кнопки, писать макросы, управлять подсветкой четырех зон вместе или каждой по отдельности, устанавливать до четырех режимов DPI в один профиль, а самих профилей может быть до шести штук, включить сглаживание углов, откалибровать мышь под ваш ковер и, конечно же, настроить вес. Вот такая вот удобная и интересная с дизайнерской стороны мышка имеет лично для меня пару, так скажем, фатальных недостатков, ну, к примеру, масса. И с такой массой я играть, к сожалению, не смогу, ну, при всем желании. Хотя многие, наоборот, ищут себе мышки потяжелее. Спасибо, что посмотрели данное видео. Приобрести эту мышку вы сможете в нашем магазине FUFRAG, также вы сможете ее пощупать, попробовать. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, там всегда самые свежие анонсы. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю вам топовых девайсов. Пока-пока-пока.